Привет еще раз, друзья! Будем разбирать глухой телефон. Представляться не надо, все те же лица, все со мной. Тема вебинара очень серьезная на самом деле. И серьезная она как раз вот прям с самых первых шагов, но на и самая серьезная тема, о которой мы будем сегодня рассматривать. Друзья, в чате прокачка 195 участников. На вебинар зашли всего 59. Я посчитала, это 29,7. Ну, грубо говоря, 30% всего. Володя говорит, я уже там. Володя, будет видео или мне надо было записывать? Ну, не будет, не будет, значит, будет эксклюзив. Я не знаю, как записывать. Да, принцип по этому. И напишите мне, пожалуйста, сейчас, дорогие менеджеры, сколько вы пригласили с собой сейчас ваших потенциальных менеджеров с уровня 6%, может быть, кто-то раньше зашел, сколько каждый менеджер пригласил с собой 6%-ников, например. Я прям подожду сейчас. Спасибо большое, Ира. 3, 1, 2, 1, 3, 0. То есть у кого-то, может быть, нету 6%-ников, да, кто-то, может быть, не слышал. Спасибо вам большое, партнёра. Спасибо большое. Ну, хотелось, да, Ирин, пригласить. Спасибо. Смотрите, друзья, вот я здесь какую тему хочу сейчас поднять. Дала задание какое-то. Кто-то услышал, кто-то не услышал. Кто-то смог, кто-то не смог, может быть. Ну, речь шла больше о том, что, может быть, не захотел звать там, да, может быть, ещё что-то происходило. Мы сегодня будем с вами говорить о коммуникации. Ни в коем случае себя сейчас не вините. Ни в коем случае не делайте этого. Главное, чтобы после этого вебинара вы поняли очень важную вещь, что поддержание активности структуры, коммуникации и прочие вещи, оно здесь на самом деле играет огромную роль. Я не просто так пригласила лидеров 6%, да, позовите, пожалуйста, потому что они одной ногой уже на 9%. Уже задача обучать стоит задача. Они уже практически научились выполнять правила 4П, чаты, они активны, они растут, они приглашают, и так далее, и так далее. И им сейчас, перед ними стоит сейчас задача, как обучать этим 4 правилам, да, как стать педагогом, наставником в нашем бизнесе. И сегодня одна из составляющих этой деятельности, да, поддержание активности структуры, определенная коммуникация, определенная часть спонсирования, которое играет огромную роль в нашем бизнесе. И в программе сегодня будем рассматривать главные принципы сетевого маркетинга, созвучно, да, с этикой сетевого маркетинга, который мы с вами сейчас вебинар смотрели, эмоциональный, может быть, где-то грубый, резкий, но охота была, да, передать прям, на самом деле, все правила. Тренинги, мероприятия какие, да, система сопровождения. Вот. Поддержка роста и активности в персональной группе. Друзья, что она в себе содержит? Вот что? Это коммуникация, это тренинги, это напоминание неактивным консультантам, презентация нового каталога и мероприятия. Вы наверняка уже поняли, что речь пойдет не очень, да, не очень такая приятная, скажем так, функция в нашем бизнесе. Это когда отсутствует активность в персональной группе, продуктивность в персональной группе. И ошибочное мнение всех тех, которые думают, что это как бы само собой разумеющееся. Главное, чтобы толпу народу зарегистрировать, да, а там уже как-то вот прям и качество само по себе появится. Качество не появляется без качественной работы. Но и точечно рекрутировать ребят не надо. Вот я сейчас одного зарегистрирую, он сделает 150 баллов, и я звезда. Надо зарегистрировать 10-20 в каталог, тогда ты звезда, потому что из 10-20 будет 2-3 партнера. И от этого зависит, как появится партнер, ваша коммуникация, ваше участие в тренингах и все остальное. Давайте начнем сначала. Главные принципы сетевого маркетинга – это три неопъемлемые части создания базы клиентов, сопровождение новых консультантов, развитие глубины. Это научное такое определение, да, привычное нам с вами определение создания базы потребителей, да, и так далее. Сопровождение новых консультантов мы знаем, применяем, да, а развитие глубины тоже знакомое. Так вот, что там эдакое в глубине происходит, дай Бог, чтобы оно вот там не напоминало вот этих вот бабулечек на фотографии, да, на картинке. Что там, мелок, на лечении? О, почем печенье? А печень-то говяжья, да, чтобы вот так вот не оказалось у вас в глубине. Давайте сейчас будем стараться слушать, записывать, вникать, внимать, задавать вопросы, и, соответственно, будем вместе работать. Это школа менеджеров Арифлейм. Я помню, когда проводили такие оффлайн-школы, они проходили два дня в санатории Просковья, как сейчас я помню, по-моему, три раза я таких даже, если не четыре, посещала. И мне они настолько нравились глубиной, настолько они мне нравились проникновением, да, вот этим общением. И отдельно для менеджеров, и отдельно для директоров были обучения. Так вот, в это воскресенье у нас успешный старт. Похвалитесь, пожалуйста, каждый, сколько из вас придет туда людей. Сколько? Вот приведет людей, простите, неправильно язык заплетается. Ирочка, уже со своим с кем-то, да, придете, Ирин? Вот, молодцы, молодцы. Никогда не ходите в одиночку. Никогда. Запомните фразу, если ты ходишь один, зарабатывает твой спонсор. Если начинаешь дублицировать своего спонсора, зарабатывать начинаешь ты. Ирина, сделайте все, чтобы вам трансляцию включили. Смотрите, друзья, понимание трех основных бизнес-показателей выглядит вот так. Объем продаж вашей персональной группы, если меньше, если больше, да, 7500 баллов, это хорошо. Если ваша активность более 70%, это хорошо. Если у вас рекрутинг идет 10-15% от бака, это тоже хорошо. А теперь сделайте свои инфлисты, тут же прям себе запишите, сделать инфлисты, проверить эти показатели. Если у вас товарооборот меньше трех тысяч, это ни о чем. Если у вас активность 25%, это вообще стагнация группы. Если у вас рекрутинг идет ниже 5%, вы начинаете загнивать, ваш бизнес начинает просто загибаться. Речь идет сейчас о директорском товарообороте, когда под тобой группа, да, отрыв 3000 баллов может быть, да, или ты когда на 15% вот при таком рекрутинге. Если у вас на 15% будет активность 75% и рекрутирование 10-15%, то вы в ближайшие два каталога подниметесь на товарооборот директор. Не надо игнорировать эти показатели. Ни в коем случае. Они должны быть все красивые. Деньги только там, где большие товарообороты. Нет денег там, где они маленькие. Это все, в принципе, как, скажите мне, белыми нитками, да, по черному шито. Почему так важно иметь хорошие основные показатели? Смотрите, друзья, первый год ваша структура, вы и 4 бизнес-партнера. На второй год вы потеряете 3 четверти своих менеджеров, если не будете рекрутировать, если у вас будет 25% активных всего вот целый год, и вы за этим не смотрите, у вас останется только один менеджер в команде. Грустно, правда? Если вы будете расти, если вы будете работать, приглашать, приглашать, то ситуация может измениться. Ну, вот зачем тратить целый год, да, на простое вот такое, как выразить это правильно, течь по течению, да, просто, грубо говоря, вот куда ветер дует, туда я и потекла, потекла, да. Ну, 25, так пусть оно идет. Ну, есть же у меня вот 4 менеджера, да, вот они прям есть, я красотка, молодец, да. Но ничего не делала. Так вот, на второй год вам придется заново все пропахивать, чтобы заменить 3 менеджеров и вырастить еще нового, чтобы вернуть вот то, что вы потеряли. Есть и другой вариант. При активности 75% вы потеряете только одного своего менеджера из 4, а эти 3 менеджера оставшиеся удвоятся практически, да, и дадут вам серьезный рост, серьезный показатель. Понимаете, в чем разница? Я сейчас говорю об активности, я не говорю о рекрутинге. Почувствовали, да, разницу? Активность, вообще знаете, что такое активность? В инферисте видели показатель активности? Есть там понятие база активных консультантов, есть там фраза консультанты, сделавшие заказы в текущем каталоге, и внизу строчечка активность. Так вот, на этот показатель у вас ниже 7 дней пускаться не должен, ребят. Ни в коем случае. Как только вы увидели, что он пополз вниз, прям бейте во все колокола, потому что вот такая печальная у вас ситуация может случиться, если вы за этим не будете следить. Никакой рекрутинг, да, не спасет, если у вас будут пустые, пустые, безбаловая регистрация. Очень сильно влияет на это коммуникация. Очень сильно. Надо понимать, о чем говорить с консультантами, о чем говорить с лидерами, о чем говорить с менеджерами. Надо понимать, что человек, который только зарегистрировался, не надо ему объяснять глобальные какие-то вещи, как вам директору или как вам менеджеру 15-процентнику надо делать то-то и то-то. Не надо его, прям, я не знаю, накачивать непонятно чем. Первостепенно он должен освоить элементарный тренинг, успешный старт. А до этого, после этого успешного старта, он должен у вас написать список знакомых и список мечт. И так далее, и так далее. Когда правильно построена коммуникация, нету перекоса, нету перегруза, человек понимает, что ему делать, он получил правильную коммуникацию в глубину, и он понимает, как это просто повторить. И тогда нет глухого телефона. Если идет перекос, и новичку начинает сообщать функционал менеджера, ты должен вот сейчас уже провести прям презентацию, ты прям должен, да, то, соответственно, он может просто под грузом согнуться. Это хорошо, если он готов, да, вот прям готов такие вещи, там на себя принимает и так далее. Ну, таких, к сожалению, сильных очень мало приходит, сразу готово. Так вот, с консультантами, на первой презентации, если вы начали говорить с помады, на бизнес-презентацию вы навряд ли перейдете. Ольга Кибис как-то мне сказала, и вообще всем выступала, как Ольга Кибис говорит, я думаю, что вы тоже это слышали. Если вы грамотно провели презентацию, если вы грамотно провели успехный старт, вам никогда не придется звонить человеку и напоминать сделать заказ. Он прекрасно будет делать все сам, даже на потреблении. Если вы ему наскоком рассказали про то, что сегодня тушь по 150 рублей, помада за 90, и забыли рассказать о бизнес-возможностях, человек этот, ну, средняя продолжительность его жизни в Арифлейм, извините, да, за выражение, очень-очень низкая, очень низкая. Поэтому бизнес-информация о продукции, о новинке, спецпредложения, новости от компании, по приглашению, да, сколько у вас новичков получит туалетную водичку по новой акции? Похвалитесь, пожалуйста. Уже получат. Это значит, первый шаг прошли. Ирин, молодец, поздравляю. Юля, поздравляю. Молодцы. Молодцы. Спасибо большое. Хвалитесь, хвалите себя. Очень часто хвалите себя. Вот, у лидера уже 18. Болгария там, прям Болгария. Да, Юль, вот так вот надо прям забирать, загребать. А что вы по чайной ложечке берете с океана? Вон команда Келлер гребет лопатой. Жень Келлер. А что за гость к нам зашел? Переименоваться не... Нет, как вам обращаться можно, господин гость? Вагонами, вагонами загребаем. Молодцы. А кто уже знает, что летом команда Гифнигер организовывает какое мероприятие? Только золотые директора помалкивайте, пожалуйста. О-о-о, чайки мы в этом году будем, чайки. Там в два раза больше мест. Мы туда поместимся, у нас в два раза будет больше. Это будет мега-мега крутое событие. Вот, супер. Да, Ирин, лесные дали, только это будет чайка называться. Оксана, да, будем знать вас, Оксана. Очень правильно, да, нужно знать. Про компании по приглашению. Нужно знать про специальные программы для консультантов. Кстати, какая сейчас идет специальная программа для консультантов? Как она называется? Для консультантов именно, друзья. Спасибо, Татьяна. Спасибо большое. Уже вот прям первый, да, такой идет. А как называется классная такая компания от нашей компании для всех? Я бы даже, наверное, сказала так прям призыв к сообществу, да, так в объединение. Опять, Татьяна. Татьяна, поставьте себе сегодня жирнючую пятерку, десятибаловую. Вообще, прям с одной из первых отвечает. Браслет будет у всех, браслет. Рекрутирую не хочу, да, каждый день чего-нибудь туда скидывай, да, и вот он, компания за тебя и рекрутирует по большому счету. Молодцы. Мы все знаем, мы все умеем. Какие каналы коммуникации профессионально нужно использовать, профессионально нужно ими пользоваться и не переставать ими пользоваться? Это ежекаталожные директорские встречи, которые есть у нас у всех. И не важно, как они онлайн или оффлайн проходят. У нас каждый понедельник директора встречают на встрече возможности Арифлейм, на презентации бизнеса в вебинарной комнате. У нас два раза в каталог по субботам лидеры встречают в офисе наших спонсоров, да, директорские встречи. У нас у каждого лидера проходят чайные встречи. И сюда можно приглашать всех консультантов. Для чего? Для того, чтобы проговорить, пообщаться, посмотреть, дать ему почувствовать наше сообщество, да, просто, чтобы человек понял, нужен он здесь, нужны ли ему здесь. Ну, то есть очень массу-массу всяких плюсов, да, используется вот в этой встрече. Их надо понимать, их надо учитывать. И я очень люблю, например, да, именно вот прям на чайные встречи своих приглашать новичков, потому что команда у меня классная, да. И я уверена, что каждый из вас любит свою команду точно так же, как и я. И уверена, туда приглашает своих новичков. Вот именно вот в команде взращиваются команды. Онлайн-инструменты и мероприятия тоже для всех консультантов. Вот абсолютно для всех. И если не приглашать сюда, то себе же дороже. Это значит, тогда надо садиться на телефон, и каждому все проговаривать, проговаривать и проговаривать. У каждого директора проходит запуск каталога. У каждого директора рассказывается все про каталог. Надо делать все, чтобы на вебинаре присутствовали все. И смотрите, друзья, давайте вот просто сейчас посчитаем. У 9-процентника сколько ключевых партнеров? Настоящих, не кандидатов. Давайте вот у 9-процентника сколько ключевых партнеров? Один. Как он прям начинает приглашать, да. Три – это, скорее всего, кандидатами, неполноценные. Два, один, там вот такие начинающие у девяти. Сколько должно присутствовать на вебинаре человек у команды 9-процентников? Правильно. Если ключевых 1-2, то их должно быть как минимум 3. Но у нас же есть еще и кандидаты, да. Поэтому ставим планочку, да, 5-6. У 9-процентника 5-6 человек присутствуя на вебинарах, обучаясь, да, у лидеров, получают правильную информацию, правильную коммуникацию. А у 15-процентника сколько должно присутствовать на вебинаре? Давайте посчитаем. Ну, давайте вот то, что компания нам трактует. У 15-процентника 3 ключевых партнера. Потому что по статистике их больше может быть. Но мы очень часто путаем ключевых партнеров с кандидатами, с хорошими людьми. Ключевой это тот, который прям стопудово выполняет все правила, все 5. Не меньше. Все правильно. Если их четверо вместе, да, он и трое его, то у каждого трешечки, да, если они на 9% еще и еще есть. То есть это 10-15 человек смело должно быть. Если нету 10, то слабоватая прям команда. Вообще слабоватая. У директора должно быть 25 и больше. Вот к этому надо, друзья, стремиться. Тогда у вас информация будет правильно проходить в глубину. Если вы ходите один, если вы смс-очки не отправляете. Скажите, кто отправляет смс-сообщение перед вебинаром в своей команде, своим ключевым. Кто отправляет? Молодцы. Обязательно отправляйте. Ватсап может стоять на беззвучном, а смс-ки пищат всегда. Делайте это всегда. У меня есть группа в телефоне. Группа ключевые партнеры и группа ключевые консультанты, группа партнеры-менеджеры. Я даже менеджерам отправляю смс-ки. То есть периодически им напоминаю, пошли, да, прямо смс отправляю. На всю группу. И обратите внимание, ребят, у вас их не стоят человек. У нас бриллиантовые директора Юля с Артемом и Толстой человек не будут смс отправлять. У них они будут только персональную группу сопровождать, а не нас с вами, правда? И даже старшим менеджерам отправляю. Я делаю то, что делали с нами. Напоминашечки. Напоминашечки. Отправляю привет вебинар или привет поддержи, да. Иногда просто вебинар, ты где? А потом отправляю. Мне тебя очень не хватало на вебинаре, чтобы он там помнил, да, что приходить надо. Бизнес-планерки, друзья, это только для менеджеров, да. Бизнес-планерки, которые проводит директор с вами, это для менеджеров коммуникация. Менеджер проводит с ключевой командой планерки. Это мы с вами знаем. Ну и чаще всего менеджер – это ежедневный созвон, ежедневное общение по 5-10 минут. Это, грубо говоря, ежедневные летучки. Либо вы в скайпе собираетесь, либо вы один на один общаетесь, не важно как, но каждый день с партнером какие-то вещи обсуждаете. Я пошла по простому пути. Планерки ежедневные у меня у нас в активе план отчеты происходит, да. И общаясь только с теми лично, у кого есть рекрутинг. Со всеми подряд я не созваниваюсь. К совести призываю. А иногда просто делаю жирным шрифтом в партнерском чате и пишу. Трындец, ребят, ну просто трындец. Идет вебинар, где команда. Мне прям просто тошно заходить в вебинарную комнату, у вас там никого нет. И так могу написать. Вон команда свидетеля. Целевые аудитории в персональной группе делятся друзья на определенные категории. Есть консультанты, которые делятся, новички, потребители, продавцы. Есть ключевая команда – консультанты и менеджеры. И вы эту градацию четко должны понимать и осознавать. Если это просто новичок, то он должен получать ежедневное общение, чтобы его окружение не загасило. Ну, извините за выражение такое, да, чтобы его окружение не начали обучать и учить. То есть ваше общение – это часть бронежилета. Не просто прочитал там, да, в коуч-центрах наших, там, что ему там надо делать, а вы еще должны помочь ему своим общением. Иногда бывает так, что зарегистрировалось все, видишь, новичок такой яркий, интересный, начинаешь общаться, я ему не звонил, я надоедать не буду. Да не надоедаете вы, ребят, он к вам захотел прийти, вы его просто кинули на два дня, и он остыл. А родственники его не кинули, они обогрели его советами, они обогрели его всем-всем подряд, и новичка у вас уже нет, да, и заказов, соответственно, и партнеры, да, возможно, потеряли бриллианта. С потребителями общаться, да, которые уже у нас есть. Выстраивайте нормальные отношения, да, если вы это делаете на последние недели, в последние три дня, то это выглядит выдаиванием товарооборота. Если вы делите потребителей на весь каталог, и комфортно общаетесь в день по 3-4-5 человек, ну, в зависимости от вашей команды, да, то это превращает в определенные отношения, в дружбу, там, да, у меня вот недавно новый консультант, новичок, ну, декабрьский как, недавнешний, да, скажем так, сегодня позвонила и говорит, а мне не нравится, что мой заказ не в коробочке, напиши в компанию, чтобы мой заказ положили в коробочку. Я говорю, хорошо, обязательно напишу, и будет у тебя коробочка. Попросила менеджера СПО ложить ее заказ в коробочку. То есть она мне, я реагирую на все замечания, да, примите жалобу как подарок. Мы с ней посмеялись, поулыбались, вот, ну, не хочет она без коробочки. А заказ у нее меньше тысячи всегда, и понятно, что он будет всегда без коробочки. С потребителями все просто, пишем, да, если не берут трубочку, не надоедаем, смс-очки какие-то отправляем, интересные, интригующие. Мне нравилось, как смс-очки отправляла Маша моя, от Омских, она пишет, тут подарочек у вас остался, если вы не будете забирать, можно я заберу. Сразу звонки и подарки отдавать никому не хочется, да. Ключевая, а, с продавцами. Ребят, вот продавцы категория людей обалденная. Вот я их люблю в плане чего? У них вообще мозги по-другому построены. У них там расчеты, перерасчеты. Они знают все-все по каталогу, и настолько интересно сидишь, слушаешь, не понимаешь, вот, ты вроде бы все там смотрел, а оказывается ты там ни черта не смотрел. А вот твой продавец как раз круто во всем этом разбирается. Менеджер СПО Марии Георгиевны, я ее уже знаю очень давно, очень давно, надежный, классный человек, она продажами занимается, и я смело прям доверила ей наше СПО командное, потому что уверена в ней больше, чем в себе. И вот у нас на витрине стоят туалетные водички, я смотрю и понимаю, что часть водичек туалетных давно как-то не видна в каталоге, да. И спрашиваю, Мария Георгиевна, наверное, вот этой водички у нас нету в наличии. Она, ну да, я говорю, а что у нас тут с нас стоит? Откуда, говорит, я знаю, что она у вас стоит? Я говорю, наверное, надо убрать. Она, убираем. Я говорю, хорошо, кому-нибудь ее задарите. И вот это, говорю, не видела она, и вот это нет. Ну и вот так мы убираем с ней туалетные водички, перебираем, заходит девушка в СПО и улыбается. Я улыбаюсь, я говорю, здравствуйте. Я говорю, вы, наверное, из продвижения. Она, да, я вас видела на вебинаре. Я говорю, вы никому не говорите, что золотой директор не знает, что у нас убрали с производства, а что еще не убрали. Она говорит, я теперь всем расскажу, как можно сделать звание золотой директор, не зная, что это в каталоге. Мы с ней посмеялись, похохотали, но без помощи Марьи Георгиевны, да, вот так бы безграмотно дальше стояла оформлена продуктовая зона, да. Не совсем это правильно, да, что не знаешь там как спонсор, ой, как лидер, какая водичка где-то отсутствует. То есть интуитивно, да, решила убрать. А человек, вот он поддержка, помощник ваш, человек, который разбирается во всех этих нюансах, он вам это все поможет. Поэтому, друзья, с продавцами надо общаться, объяснять, это ваша тоже, скажем так, поддержка мощная, да, и выручалочка на мастер-классах каких-то, да, на фишечки какие-то интересные знает. Марья Георгиевна про ароматы так рассказывает, что я сама готова купить тут же. У меня там 20 штук стоит, но я еще себе бы 20 купила. Ключевая команда – это отдельная категория, да, которая лидерская категория, да, которая растет под вашим крылышком и не должна быть им постоянно прикрыта. и тоже должна получать коммуникацию целенаправленно и на определенную аудиторию. Консультанты в ключевой команде, которые сказали, да, хочу кандидаты, да, ключевые бизнес-информацию, да, и менеджеры соответствуют. Давайте вот немножечко по неделям, да, примерно. Вот новички наши с вами и на вебинар по истории можно пригласить, да, на вебинаре о продукции. В чаты я сразу новичков не добавляю, я добавляю с уровня 9%, у нас есть чат новичковый, мы там сопровождаем все, и продуктовый, и наполнение велнос, все-все там. Оно, если человек, как только человек привык к этому чату, адаптировался, да, с 9% попадает во все остальные чаты и начинает жить, скажем так, полной жизнью. Так вот, новичков и приветствовать важно, да, и обхаживать, я об этом еще раз сказала, и рассказать о себе, его обязательно надо попросить, да, распушить павлиний хвостик, как Таня Безбородкина. Пусть он расскажет о себе, распушить павлиний хвостик. И приглашайте новичков на встречи своей команды, обязательно приглашайте. Это решающий такой этап вашего знакомства, когда вы победили. Если он приходит к вам и приходит, то значит ему с вами хорошо, и вы большущий молодец. Те, которые люди просто покупают для себя, о них тоже не надо забывать. Им информацию подкидывайте, историю о легендарных продуктах, да, акции, бизнес, тоже информация о продукции, что где заработать можно, продавцам также, да, такая определенная коммуникация. Вот эти слайды есть от компаний, друзья, вы можете их там скачать, переписать, и себе использовать как подсказочку такую, когда, кому, что давать, кого, куда приглашать. Ключевая команда должна присутствовать на всех обучающих мероприятиях. Это даже не обсуждается, это не уговаривается. Причина «не могу, не хочу, не знаю» единственная в своем роде, которая «я заболел, все». Заражать человека не надо, людей не надо приходить заражать, болейте дома, да, а все остальные причины решаемые. Ну, или, не дай Бог, умер, да, простите, об этом не буду говорить. Вот заболел, да, возможно, у ребенка, да, день рождения в этот день, да, но если у вас вот день рождения, у ребенка, вы молчите, что вы туда не идете, но команду туда отправьте, да. Поэтому вот здесь очень важно проследить, кому, когда, кого, куда отправлять. Отправить продавца на бизнес-планерку зачем? Это исключено. Отправить покупателя на бизнес-планерку зачем? Ему это не надо. Поэтому понимаете, да, как должна поступать коммуникация на определенном этапе. Схема коммуникации определенно выглядит вот так, примерно, да, по модели от компании. Директор получает информацию от компании, информирует до людей в ключевой команде. Менеджер и ключевая команда информируют консультантов. Консультанты, менеджеры, ключевая команда слушают и дают обратную связь. Поэтому у нас правило в команде. Если ты вживую вебинар не посмотрел, смотришь запись и потом пишешь три мысли. Если три мысли не поступают, да, в чат, то значит, правил посещать не выполняется. Для меня это критическая точка, не критическая, да, самая высокая отметка, если человек посещает, если не посещает, самая низкая отметка. Для меня очень важно, чтобы человек приглашал и посещал. Тогда он коммуницирует все верно, все правильно, не через десятые руки. Согласны со мной, друзья? Модель запомнили? Директор передает информацию менеджерам и своим ключевым, к которому он относится, как менеджер, да, функционал выполняет, а менеджеры уже своим, ниже стоящим партнером. И информация должна поступить сто процентов точно, идентичное слово в слово, а не глухой телефон. Сообщение, да, должно быть, которое вы готовите, легким, простым, повторимым. Если вы готовите сообщение эдакое, мудрое, да еще используете какие-то супер-пупер технологические вещи, да, это красиво, да, это здорово. Вопрос, вас повторить смогут? Не смогут. У нас у многих есть экономическое образование. Очень круто, многие умеют делать аналитические расчеты. Но я аналитический расчет делаю всем. По листику расчет темпа роста. У меня на канале такое есть. Почему я так делаю? Потому что в команду обязательно приходят люди совершенно другим образованием. И они не понимают мои аналитические расчеты, которые мне давали в АГУ. Я не буду их здесь давать. Потому что есть расчет темпа роста. Он простой, легко дублицируемый и легко повторимый. Да, друзья, согласны со мной? Любое сообщение должно быть адаптировано к потребностям консультанта. То есть, подчеркнуть выгоды для получателя и говорить на языке собеседника. А для этого надо помнить, как делятся у нас группы потребители. Да, вспоминайте. Продавцы, новички. Да, это обычная база. Бак наш, да. И есть ключевой бак, где есть консультанты ключевые и менеджеры. Поэтому давайте посмотрим, как будет звучать информация для новичка по этой акции. В твоем ритме. О чем будем говорить ему, новичку? На успешном старте, да? Правила покупать для себя. Я всегда говорю так. Мне не важно, сколько ты будешь брать для себя. Но я очень-очень хочу, чтобы ты увидел годовую выгоду. Годовую выгоду своего потребления. И начинаю говорить ему о том, что с каждых 150 баллов у нас есть 1000 рублей выгоды. только с 20%. А если ты делаешь премьер-клуб, значит, ты поднимаешься по карьерной лестнице и получаешь еще 1000. Итого у тебя в год 34000. Но ты можешь не получать этих денег, если ты не хочешь покупать на 150 баллов. У нас есть акция. Как раз сейчас тебе повезло. Ты можешь делать по 50 баллов и получишь прекрасную сумочку в подарок, да? И начинаешь рассказывать. То есть, видишь, смотрите на реакцию, да? 150 напугали, снижаете планочку, да? И предлагаете на 50 баллов разделить первый шаг на два каталога, попробовать пройти стартовую программу. Почему? Потому что по стартовой программе ты за 4 каталога получишь тоже на 30 тысяч подарков экономии. Всегда должны звучать цифры. И их легко запомнить, их легко повторить. Почему? Потому что спонсор сделал расчеты. Надо просто это взять. А как для лидера, друзья, для менеджера будет звучать эта акция? Для менеджера как будет звучать эта акция? Благодаря этой акции, да, друзья, в твоей команде увеличится база активных консультантов, которые будут делать не ниже 50 баллов активно, да, для поднятия активности. Если менеджер не понимает, что 10 человек, которые делают по 50 баллов и проснутся, это его 500 баллов плюсом. обязательно голосом общаться, обязательно объяснять, обязательно рассказывать воодушевленно. А для этого надо самому это сделать, правда? А если ты сам делаешь, ой, простите, на 10 баллов, то ты никогда не расскажешь, как вкусно проходить 150 баллов. Поэтому делайте выводы, ребят. Доносить позитивную информацию в глубину на самом деле легко, но проще простого негативную. Вот проще простого. И как только вас понесут негатив, вы заразили всю свою базу активных консультантов, и уже там никто ничего не спасет, да. Поэтому акцентируйтесь на позитивных вещах. Что можно купить на 50 баллов? Да что угодно. Можно купить просто обычную коробочку витаминов перед весной, сделать подписочку, потом получить еще и сумочку в полотенце, в подарок. Да ты мне потом спасибо скажешь, потому что подготовишься к лету. А летом у тебя будут и сумка, и здоровье, и ходить на свои дачи помидоры ешь. Что удобнее на подписку-то оформить? Витамины и кусочек мыла. И человек у вас лечится всю весну. Вот она, эффективная коммуникация. У вас повышается wellness балл. Это очень хорошо. У вас окружение становится здоровым, и у вас появляются еще и деньги. Делегирование. Ребят, обзвоном должен заниматься менеджер. Не должен, не нужно переписывать обзвон новичку. Но обзвон делать гораздо интереснее командой. Поэтому садитесь вместе, обзванивайте, пейте чай. Это прикольно, это интересно. Есть еще понятие перекрестный обзвон, когда меняются инфлистами, да, и знакомятся с командой. Это прикольно, и срабатывает очень часто эффект третьего лица. Знаете, что такое перекрестный обзвон? Как вы думаете, возможно ли дорасти до менеджера, не умея коммуницировать информацию? Теперь я обращаюсь к 6% нашим, которые вот прям в этом каталоге точно на 9 выйдут. Друзья, вы теперь захотите со своими менеджерами сделать обзвон вместе. Я вам рекомендую это сделать. Садитесь, обзванивайтесь, обзванивайте вместе. Машенька Ляпина, ты уже менеджер. У тебя пока нету такого полноценного менеджера, как ты, да, возможно, еще пока Надя не понимает, что она уже менеджер. И ты вполне можешь взять параллельную веточку, вместе с ними поменяться инфлистами и начать обзванивать друг у друга структуры. Это тоже круто. Мы так делали, Людмила Колышкина, Маша Попова и я. Мы менялись инфлистами, они обзванивали мою, я обзванивала их. И я как сейчас помню, у нас были регистрации, мы прям будили спящих, которые там терминация на каталог, уже все мы их прям восстанавливали, да, и так далее, и так далее. То есть, он сегодня терминируется, а на следующий каталог регистрация заново. Поэтому, друзья, очень важно акцент сделать на самом важном. Очень важно научиться делегировать и директору обзванивать команду менеджера, только если вы сели делать перекрестный обзвон. Если у вас лидер, директор обзванивает вашу команду, то какой вы менеджер? И контролируйте получение информации вашей структуры, да. Смотрите, 9% там, собственно, директор контролирует. Если вы на 15%, и ваш 9% сам обзванивает структуру, то точечно можно сделать звонок, познакомиться и спросить, а знаете ли вы, что вы можете получить сумочку через 4 каталога, которая стоит, допустим, полторы-две тысячи за всего, вот за такую-то символичную сумму. А знаете ли вы, что ваши знакомые могут получить туалетную водичку всего за рубль? Сделайте 2-3 таких звонка, убедитесь, что ваш менеджер делает обзвон и регулярно это делает. Вы будете точно спать спокойно, плите настоящий лидер. Как оценить эффективность коммуникации? Да, все просто, да, отслеживание обратной связи. Это вот вы позвонили, спросили. Вы увидите по инфлисту, что продажи растут. Я даже как-то нанимала 3 месяца подряд человека, который делал обзвоны и следила за ростом. И поняла, что когда постоянно занимаются лидеры обзвоном, есть постоянный процент уснушек, которые просыпаются, не менее 20 человек. Когда не обзванивают, просыпается 5-6 сами. Если начинают обзванивать, просыпаются 20. Поэтому, друзья, проверить можно реакцию консультантов на информацию и как они ее приняли. Это все делает тоже лидер. Какая же система, да, система. И последовательность. Смотрите. Охватить надо всю базу активных консультантов. Надо соблюдать определенную последовательность. И надо использовать все методы коммуникации. Кто такая база активных? Это новички, это потребители, спящие, неактивные, активные и ключевые консультанты. Но спящие в бак сильно не входят, но их можно разбудить, они тогда в бак будут входить. На первой неделе будете спящих, неактивных 3 каталога и новички на связи на первой неделе. На второй неделе работаете с неактивными 2 и 1 каталог, ну и новички соответственно. На третьей неделе участники программы консультантов, продавцов, то есть наш премьер-клуб и корректируйте все это дело под девизом «Успей сделать», «Доделать», «Добрать» и так далее. Все методы, это и обзвон, рассылки, смс-ки, социальные сети, группы, сообщества, да все что угодно, в чатах сообщения, вебинары, мероприятия. максимально все используйте, максимально, тогда все будет получаться. что-то я тут прям плохо так вижу. Если новичок не знает, да, у вас ничего, ничего о вашей продукции, так, попробуем крупно сделать. Ага, стоит задача, да, для дать информацию об основных категориях продуктов, о ключевых, драйверах, акциях, которые помогут разместить заказ на 100 баллов. Новичок, если этого не знает, ребята, о комбаке можно говорить вообще. Вот все, все о подарках новичок должен знать. Потребитель, который у вас есть в команде, ваша задача научить его базовому подходу. Ну, это сессия на вейдж, это обалденное мероприятие, которое можно делать и онлайн, и оффлайн. Обязательно всем потребителям, которые к вам пришли покупать для себя, выгоду надо показать. 150 баллов, вот именно 150, потому что, если эта выгода не показана, человек просто покупая без скидки, он обычно в течение года уходит. Ну, естественно, сообщаем про акции. Участники премьер-клуба, да, которые зарабатывают деньги, это вообще ваши, скажем так, надежные, не уходящие, но как только они увидят выгоду в другом месте, они уйдут тут же туда же, да, где больше скидка и так далее. И если вы проинформировали неправильно, то уйдут быстро. Если вы выгоду показали правильно, то, соответственно, ваши продавцы не уйдут никуда, никогда, потому что они разберутся в продукции, вы покажете базовый уход, вы правильно научите предлагать, рекомендовать. Ну, например, тональную основу, как можно купить по каталогу. Расскажите мне, мне, пожалуйста, вот как покупаем тональную основу по каталогу. Каким образом покупаем? Как рекомендуем своему новичку ее подобрать? Мы с вами не просто лидеры, ребят. Мы с вами еще и консультанты по красоте. Только через пробники. Не будьте, пожалуйста, дилетантами. Вера Александровна мне всегда говорила, почему я любила и выбрала ее. Потому что мне была правильно подобрана и тональная основа, и крем для лица, и базовый уход для лица, и базовый уход для рук был рассказан. И я точно знаю, как ухаживать руками. Сколько это стоит в СПА-салонах, и сколько это стоит у нас, я знаю. Обязательно пробник. А крем дорогой через что мы приобретаем. Почему час негатив? Потому что сунули полную баночку наборами, да, и мы счастливы. А надо было пробник приобретать, чтобы он наносил, попробовал, на сессию пришел. Вообще, самый лучший вариант это сессия. 100% регистрация. Как аромат приобретаем, друзья? Как аромат? Тоже через пробник. Любой аромат, который понравился вам, это не значит, что он с вашей кожей подружится. Он может истощать совершенно другой запах, потому что у вас кожа другая. Правильная коммуникация, да, не должна превращаться в глухой телефон. И, следовательность коммуникации, еще раз, да, посмотрим. Первая неделя, спящие, неактивные, три каталога. Не надо их в конце будить, их надо в начале будить, они уже спят больше, чем три каталога у вас. Либо смсочками, да, либо, если вы хорошие отношения, сохранили, звоночек сделайте. Вторая неделя, неактивные, два и один каталог, они не уснули, они просто, может быть, забыли, и так далее, и так далее. Новичками общаемся всегда, вот всегда. Не зря четыре шага, да, компания сделала. Не выдавливаем товарооборот, а дружим, общаемся, сближаемся. На третьей неделе помогаем нашим людям, лидерам, консультантам, не лидерам, консультантам в команде, сто сорок пять баллов. Сколько надо добить баллов, чтобы человек получил деньги? Всего-то пять. Поэтому это тоже надо объяснять, рассказывать. На первой, вот всегда, вот обратите внимание, все на первой, второй неделе и акции, ключевые продукции, акции, ключевые продукции, продукты, все-все это озвучивается. А вот третья неделя проходит под девизом успей доделать, успей сделать, успевай, неделя осталась. Какие методы вот именно я любила использовать, да, обзвоны делает команда в совершенстве, да, и поскольку сейчас у нас вот это построение команды веточку в глубину идет, то, соответственно, обзвоны делаем вначале вместе, объясняю, а потом делает менеджер сам. И я уже туда не возвращаюсь. Очень редко, когда я сажусь и делаю с кем-то перекрестный созвон. очень редко. Почему? Потому что понимаю, либо там уже делать нечего, менеджер все натворил, что надо, не надо, раз люди трубку не берут, смысла нет звонить, да, негатив уже запустил, но, как правило, негатива гораздо меньше, чем мы можем себе представить. и меньше, чем мы говорим об этом на самом деле. Негатив мы сами увеличиваем, проговаривая. Гораздо больше людей все же берут трубку и отвечают. Поэтому сохраняйте максимально теплые отношения, ну, а негатив он всегда был, и будут люди говорить, что надоедаем, звоним и так далее. Я на это спокойно реагирую. Благодаря созвону в мое прошлое, да, взросление, взращивание, взросление, когда с Верой Александровной работали, у меня осталось очень много друзей, которые терминировались, да, из-за рефлеем, и я с ними общаюсь, дружу, и они, скорее всего, вернутся, да, многие возвращаются по второму и третьему кругу. Так, обязательно приглашаем на мероприятие, обязательно. Никогда об этом не забываем, друзья. У нас, дорогие менеджеры, какое будет мероприятие 18 марта? Кто уже знает, что будет 18 марта? чуть-чуть уменьшить. Вот так? Вот так, да? Так пойдет. 18 марта. Школа менеджеров. Школа менеджеров для Арифлейм. И я уверена, что вы там будете все. Мало того, друзья, по итогам каталога наши 6-процентники станут 9-процентниками и выше. Поэтому поспешите туда, там будет обучение от лидеров нашей команды. Молодцы, знаете, что может смотивировать еще, да, наших малышей, которые могут на 9% газануть, чтобы на эту школу попасть. Она же будет вживую, не онлайн. Открытки какие-то, да, по ключевым продуктам есть. И не какие-то, а мне нравится работать вот с такими открыточками. Видите? Листовочки. У меня всегда есть такая листовочка у себя в ежедневничке. Я новичку всегда дарю. Здесь с одной стороны базовый уход по шагам расписан, а здесь наличие продукции. Да, наша серия нович. Вот эту штучку обязательно выпишите, да, и дарите своим новичкам. Благодарны за регистрацию. Я так говорю, вот вам шпаргалочка, как за собой ухаживать. Я думаю, она вам пригодится. Я уверена, что вы все правильно делаете, но вы найдете для себя что-то интересное. Приглашения на мероприятия есть у компании, очень красиво оформленные, да, вы можете их приобретать. Ну, масса-масса лидеров придуманные, такие авторские приглашения. Они есть. Я часто в чат менеджеров выкидываю, у меня там на облаке куча всего накоплено, да, и старых, и всяких разных берите, переделывайте. Еще первый путь, мне очень нравится, обучающий информационный, который в нашей команде поставленный на поток, и мы туда собираем гораздо больше людей, чем вебинарную комнату. И вебинары, обучающие, информационные. Я вот эту всю систему беру, пользуюсь и прожимаю. то есть, если в прошлом году к Ольге Кибис нас поехало около 20 человек, то в этом году нас поехало, поедет 68 человек вместе с Машиной командой. Благодаря чему это происходит? Благодаря обычной фразе. Если ты ходишь один, ты никогда здесь ничего не будешь зарабатывать. Никогда. если ты ходишь с командой, ты будешь зарабатывать здесь очень быстро. Вы прям себе на лбу это запишите, потому что меня это всегда раздражало. Если я вдруг одна, я понимала, что я, ну и что, что я одна научусь? Ну и что? Научите команду это делать. Давайте мы сделаем скрин. Мы не будем повторяться вот на этом слайде, потому что предыдущая была такая. Либо вы скачаете себе слайды и распечатайте, потому что вот эта вот штучка очень интересная. я на нее тоже ориентируюсь и какие-то такие глобальные расписания квартальные там, на каталог, они вот сюда в принципе прям ложатся. Прям ложатся. Презентация нового каталога. Я ее не провожу. Проводят у нас менеджеры. Почему? Потому что когда ты сам провел, значит ты все понял. Когда тебе рассказали, ты нифига ничего не понял. Поэтому, друзья, чем быстрее вы начнете проводить презентации нового каталога сами, прям выпрашивайте этот вебинар у своего лидера, прям садитесь, проводите запуск каталога. Даже слайды не надо делать. Обзяла, скачала от компании и побежала. Я вот просто все есть. Готовиться не надо. Там слайды обалденные. Рассказывать одно удовольствие. Вы точно будете знать каталог от и до. От и до будете знать. Я, наверное, давно его не проводила, раз не помню, какие туалетные водички у нас уже ушли. А Маша у нас уже ляпина скрин сделала, она нам скинет. У нас, Таня, есть тут живчики, поэтому не переживай, сейчас все будет. Новинки каталога выходят каждый, каждый, да, вот просто каждый каталог новинки есть. На ютубе, кто подписан на Reflame Россия, на ютубе, на канале, кто подписан? Кто перешел по ссылочке на канал от компании, сегодня от Гришаева Наташи сбросили два канала продуктовых. Смотрите, вы все должны быть там, вы все, потому что новичок, который придет, будет просто поражен вашим информированием в этом направлении. эксперт в каждом видео есть, вот в каждом видео есть все-все от компании, бери и пользуйся. Если ты сам не понял, у вас под рукой должно быть вот это. Сбросил и дальше рекрутируй. Сбросил, дальше рекрутируй. Я, допустим, не сижу, не разжевываю состав Wellness, никому не разжевываю, честно скажу. Я говорю, на меня этот продукт очень дорогой во всех его отношениях. Он и в стоимости дорогой, потому что он в принципе не должен быть дешевый, потому что он хороший и качественный. И в плане здоровья для меня очень дорогой. Почему он в деньгах дорогой? Потому что стоит 1900 упаковочка, почти 2000. Но четвертую я получаю в подарок. Поэтому тут тоже, говорю, дорогой подарок, 2000 рублей в подарок в карман сложить, это тоже не так уж плохо. Для меня это прям супер. Ну и потом, в плане здоровья, друзья, я могу рассказывать вам все, что угодно. В плане здоровья вы все равно мало поверите в это. И если вы хотите это приобрести, а вы это будете вкладывать в себе в рот и в организм, заходите, читайте, изучайте. То, что вы будете есть, вы должны изучить сами, а не я вам лекцию дать по составу и по строению. и человек, который занимается здоровым образом жизни, занимается своим здоровьем, пойдет, прочитает, придет на wellness клуб, придет, послушает и найдет массу информации и начнет это кушать. А тот, кто не занимается, даже если вы ему танго спляшете на столе, он не будет покупать этот wellness набор, потому что ему нафиг свое здоровье не надо. Презентации раньше мы проводили презентации каталога оффлайн, это тоже было здорово, интересно. Поэтому, друзья, каталога презентации мне нравится, как сейчас, просто ярко, интересно и вебинары эти люблю. Wellness бизнес инструмент предпринимателя я вам сейчас продемонстрировала обычной одноминутной презентации. Выучите одноминутную презентацию от компании, где классно проговаривается про клеточку, про то, из чего вы состоите и так далее. Я тоже ее использую, если в этом есть необходимость. Ну и потом я еще добавляю классную фразу на успешном старте, друзья. Один балл мыло это один балл, коктейль 51 балл. Какой продукт выгодно изучить по составу? Думайте сами. Запомнили фразу? Какой продукт выгодно изучить по составу? Мыло или из чего коктейль? Поэтому тот, кто решил заниматься бизнесом, побежит изучать коктейль, потому что он 51 балл, он его покупать будет. Велнос-мероприятие можно организовывать где угодно, как угодно, и хоть онлайн, хоть оффлайн. Вот все, что сейчас компания делает, она демонстрирует огромное количество инструментов, только бери, бери и раскручивайся. Давай, Женечка, напиши фразу. Оплачивается или оплакивается? Да, это правильно. Велнос-прокачка прошлого года, проект, который был официально отмечен, друзья, мы его можем просто по жизни применять, просто по жизни применять и постоянно прокачивать все вокруг, чтобы вас окружали здоровые, адекватные люди, а не с пивом, сигаретой и с прочей дрянью, да, вобла, пиво, я звезда, и пузо висит, да, вниз, непонятно как. Поэтому окружайте себя нормальными, адекватными людьми, с ними проще работать, с ними интереснее работать. Что такое новэйдж? Что такое новэйдж? Это серьезные инструменты, да, если с Велносом уже разобрались, и он на рынке достаточно давно, и с ним легче, и ничего не поменялось, и не состав, вот только в Астокстантине добавили, к другой ягодке. Но, друзья, с новэйдж немножко сложнее, и он как-то, вот он вроде и пошел, и в то же время он как-то вот прям идет натяжно. Он натяжно идет по командам, но я здесь тоже бы рекомендовала вам подумать над следующим моментом. Тушь и мыло купят без вас, а вот новэйдж без вас не купят. Но серию новэйдж у вас приобретут только тогда, когда у вас будет это все дома лично у вас. Если у вас этого нет, вы можете забыть об этом продукте, и о сильных товарооборотах можете забыть. Я когда приезжала, работала в регионе, когда у нас онлайн не было, да, я там чисто оффлайн раскручивалась, мне начинали люди говорить, дорого, недорого, и самое интересное, у этих людей, которые говорят, что это дорого, стоял крем от морякей, либо порошок амвей, либо еще что-то такое дорогое, эдакое. Поэтому, друзья, мне нравится больше фраза. Всегда знайте, что у человека есть деньги, и никогда не думайте о том, что у него его нет, они всегда есть. Не надо жалеть и входить в его положение, пожалейте лучше себя. Проработав презентацию полтора-два часа, и предложив человеку купить мыло и тушь, вы себя сами не уважаете, просто сами не уважаете. Полюбите себя наконец-то, пусть ваш час ровно столько стоит, сколько стоит час у бриллиантового директора. Поэтому, когда в голове вот так себя оцените, тогда все получится. Все необходимые материалы для работы и сессии лицом к лидерству и лайф плюс велнос, все это есть, я часто вам эти Яндекс ссылочки-диски скидывала, если надо, я еще раз продублирую. Скажите, у кого, кто сохранил эти ссылочки? Я прям сброшу вам их. Единственное, что просьба, ребят, есть велнос-тестирование, его не надо в соцсетях пиарить, это эксклюзив от компании, им надо уметь работать. Сброшу эти ссылочки инфопакет называется. вы свежие менеджеры, вы, скорее всего, не знаете, в основном все есть. А что только у Маши нету, Стани, у остальных все это есть? Вот, вот, новые менеджеры, я думаю, что точно нету. Сброшу обязательно. Мастер-классы, уход за рук, базовый уход за кожей лица, макияж, основные, но акцент сейчас компания делает на уход за лицом. Если вы проводите сессию на ВЭЧ, не надо там на макияж и на косметику обращать внимание, потому что человек, увидев разницу в стоимости, он купит у вас только тушь, а вы сессию проводили полтора часа, перед ним плясали. Уход за руками, ну, сделайте его себе сами, скажите, все, а можно красиво оформить и тоже попробовать провести, а почему бы и нет. Хорошо забытая старая начнет хорошо работать, но пока человек сидит с кремом для рук, с нанесенным на руки, расскажите о том, как работает внутрикомплекс и wellness pack. Обязательно. Я мастер-класс использовала вчера всегда только для рекрутинга. У меня на мастер-классах всегда звучали мини-презентации, я бы сейчас назвала в скайпе собеседования определенные, это определенные обучающие, для меня было очень важно, чтобы ключевая команда была на мастер-классах. Вы поймите клуб или мастер-классы, вот Юля наша часто говорит и всегда это говорила, это не для тусовки пожизненной, это для того, чтобы вас потом повторили. Поэтому, друзья, да, это спа набор, либо вы можете скраб смело использовать молоко и мед, просто чудесно скрабирует руки, потому что не было вот этого спа-салона от компании долгое время скраба для рук, мы использовали молоко и мед, очень здорово работают, не пожалеете. И поняли, да, последовательность, если вы клубами работаете, вы пищи постоянно не должны сделать так, чтобы там следующий лидер его начал делать, вас продолжать и так далее, и так далее, тогда это будет работать. А так вы просто превратитесь в офисного человека, который постоянно мажет-красит, мажет-красит, мажет-красит. То есть, это однозначно бизнес-инструмент, а не тусовочное мероприятие. Ну, где проводить, где угодно. Вот сейчас будет лето, ребят, ну, это вот просто кладец мероприятий. Поехала на дачу, в сумку положила всех своих плюшек, да, для рук особенной, для ног, и вечером на даче провела мастер-класс, посадила всех в тазы подружек, они там тебе ножки сами, отпарили, они сами себе сделали скрабик, и у вас вот 4-5 наборов для рук и ног появилось, да, в следующий раз проведите сессию на вэдж, в том же духе, да, и так далее, в офисе, и так далее, в общем, где угодно, где хотите. На мероприятия можно приходить, в предприятие проводить, мы обеды, велнос-встречи проводили в садиках, да, с командой Ириной Деминой, различные, различные способы использовала, то есть навыков предостаточно. Если интересно, да, какие-то детали, подробности в личку спрашивайте, я вам советы дам, как это делается. Все инструменты от компании есть, все есть, и палитры, и листовочки, там все есть, заходите в бизнес-аксессуары и находите инструменты. Мы не будем сейчас с вами проверять, да, мы сделаем определенное упражнение. Так, мы не сделаем упражнение. Потому что я забыла, что это за упражнение, ребят. Помните о том, что постоянное рекрутирование это единственный способ достижения поставленных целей. Помните о формуле. Запишите себе на холодильник, что 20 рекрутов это 25% активности, ребят. Это просто поддержание стабильности. Это вы будете целый год сидеть на одном уровне, а на второй год вы потеряете какую? Третью часть своих лидеров. Если у вас будет 40 рекрутов, вы обеспечите рост. Не быстрый, средний, нормальный, но вы будете стабильно расти. Если у вас будет 50-60, вы будете расти стремительно. И что очень важно, будет одновременно успевать расти головой. Поэтому давайте повторим. Сейчас говорим с консультантами уход за кожей, велнос и только потом декоративной косметикой стиль. Все это называется вместе сообщество. Красоты, как образ жизни, друзья. Ничего отдельно не работает. Все вместе. Контролируйте активность не ниже 70%. Я вас очень об этом прошу. Иначе все ваши труды в течение года пойдут на смарку. И вы, без того, чтобы здесь получить результат осенью, вы получите тот же результат на начало года, а на следующий год вы, возможно, ослабнете и вообще уйдете. Помощь вам от компании различные бизнес-панели, отчеты, письма от компании. мое личное пожелание, друзья, использовать это все по максимуму, не ломать себя, а обогащать себя. Это очень важно. Это очень важно. И я не стала убирать слайды про 17-й год, хотя, в принципе, все практически опоздали, да, кроме как на Болгарию, на все квалификации. Возможно, не успеваем уже и на лайнер, да, и на банкет. Мне очень хочется, чтобы вы сейчас уже видели картину 18-го года, чтобы вы сейчас уже видели, с кем вы поедете на банкет директоров в 18-м году, потому что 17-й кто-то профукал, да, кто-то профукал и не попадает, не попадает. Я очень прошу вас посмотреть на программу «Мой автомобиль», как это было раньше и как сейчас. Раньше условия были проще, сейчас сложнее, но денег больше. И я даже не буду ставить слайд для сравнения, зайдите и посмотрите. И если вам 10 тысяч не лишнее, у вас сейчас уже по команде будет новичок с 50 баллами заказа, а не с 10. Не надо смотреть, что бонус получит ваш директор. Вы научитесь свой бонус зарабатывать уже сейчас, рекрутируя, и чтобы новичок делал 50 баллов. Это все в ваших руках, а директор получит или нет, он сам себе это точно заработает. А вы учитесь зарабатывать сейчас. Для кого-то лайнер просто теперь останется позади, и он не попадет на это прекрасное юбилейное мероприятие, на поездку по Средиземному морю. Но в 2018 году будет не менее крутое мероприятие. И, дорогие друзья, нас 90 человек на вебинаре. 90. Давайте вот прям просто сейчас все сделаем так, чтобы мысленно послать, вот просто послать куда-то, кому-то, кто-то Богу помолится, кто-то Вселенная, кто-то еще кому-то, чего-то, да, но единая цель мы там все должны быть. Вот все должны быть там, на золотой конференции в 2018 году. Будьте там, это круто. Для этого надо в 2014 каталоге 2017 года, это последний каталог, открыть две директорские команды. У вас должно быть обязательно отрыв от этих команд, не меньше 3000 баллов, 7500 в идеале. И это надо сейчас съесть и рассчитать. При общекомандном построении в глубину морковочку в нашу, да, метод монаха, монарха, да, монаха, как у нас Тема ее назвал, это реально. Садитесь, делайте. И мы уже с вами скоро, в апреле узнаем, где будет золотая конференция 2018 года. А для этого рассчитайте планы. Я заработала уже кулон от компании Арифлейм. Я приеду с юбилейным кулоном золотой конференции. Я перевыполнила даже план. У меня больше, чем две группы. И я горжусь этим. Я специально оставила старые слайды. Я хочу, чтобы вы посмотрели на них и поняли, что вы потеряли. Но я хочу, чтобы вы не расстоялись, а газанули так, чтобы в восемнадцатом году у вас были еще круче ощущения, чем у тех, кто приедет с поездки в баннер. Да, друзья? Помните о том, что подарки подарками, главный фокус все-таки развития листва. Мы здесь с вами для того, чтобы выращивать менеджеров и директоров, а не просто консультантов. У меня все. Прошу прощения, что ты опять задержала. вас уважаю, искренне. Благодарю вас за то, что вы все 88 человек, дети, офигенная команда. Всем пока-пока. До свидания. До свидания. До свидания.